Всем привет! Прошло немного времени и уже стало более-менее понятно, в каких странах украинским беженцам выплачивают денежные пособия, а также какие есть другие возможности помощи в этих странах. И хотя на просторах интернета по этой теме много различной информации, на самом деле не все так просто, а иногда и совсем по-другому в реальности. Поэтому в этом видео мы разберем топ 10 стран для беженцев из Украины, исходя из официальных источников и опыта самих беженцев. Так что подписывайтесь на канал, поделитесь ссылкой на это видео в ваших соцсетях и давайте разбираться. Австрия. Принимает украинских беженцев под статусом временной защиты до одного года с возможностью продления в зависимости от обстановки на Украине. Въезд без биометрического паспорта разрешен. По финансовой помощи информация есть разная, все зависит от того, в какой регион попадет беженец. В среднем в месяц это примерно 215 евро на одного взрослого и 100 евро на одного ребенка. Плюс 150 евро единоразово в год на одного человека на одежду, но выплачивают по 75 евро, то есть на первые 6 месяцев. Плюс в зависимости от региона могут быть различные сертификаты на питание различных благотворительных организаций, например таких как Caritas. Ссылка на фонд будет в описании к этому видео. Плюс компенсация на жилье примерно 300 евро, если снимать самостоятельно, плюс медицинская страховка и многие другие формы помощи. Жилье разное, но социальное в основном только временное, поэтому большинству приходится либо снимать жилье, либо подселяться в австрийские семьи. В общем страна интересная, не сильно схожная по условиям, но с определенными нюансами. Бельгия принимает украинских беженцев под статусом временной защиты до одного года с возможностью проделения еще на 6 месяцев, два раза в зависимости от обстановки в Украине. Въехать можно без биометрического паспорта. Касательно финансовой помощи. Это самая запутанная страна. Все дело в том, что все зависит от разных факторов и условий. Но в целом максимальное денежное пособие это до 1480 евро на семью. Это может быть мама с ребенком, мама с двумя детьми, мама с тремя детьми, мама, папа и любое количество детей. Муж и жена все равно будет до 1480 евро. Но если беженец из Украины одинокий человек, тогда могут насчитать до 1100 евро. Проживают беженцы в основном у бельгийцев дома в семьях. Иногда даже и с едой помогают. Очень много помогают в большинстве вопросов волонтеры. В целом, с одной стороны, беженцы не останутся под открытым небом голодными и боссами. Их приютят и накормят. Но с другой стороны, есть большие сложности с перспективой. Рано или поздно придется искать съемное жилье и, соответственно, работу. Украинцам это будет сделать сложно. Особенно из-за языкового барьера. Потому что в Бельгии, чтобы работать и что-то зарабатывать, нужно знать как минимум два иностранных языка для украинского беженца. И при выходе на работу в большинстве случаев социальные пособия могут быть аннулированы. Швеция принимает украинских беженцев под статусом временной защиты. Въезд без биометрического загранпаспорта разрешен, но тогда вариант добраться только без авиаперелета. Не самая популярная страна среди украинских беженцев, но все же, как и у многих стран, тут тоже есть два варианта финансовой помощи. Первый вариант для беженцев, которые обеспечены социальным жильем и питанием. Суточная финансовая помощь составляет 24 кроны в день для взрослого без сопровождения. В месяц это примерно 720 крон или всего около 70 евро. Если же это семья, то остальные выплаты вы видите сейчас на своих экранах. Второй вариант для беженцев, которые нашли себе жилье самостоятельно, например, у знакомых или арендуют. Суточная финансовая помощь составляет 71 крон в день для взрослого без сопровождения. В месяц это примерно 2130 крон или всего около 205 евро. Если же это семья, то остальные выплаты вы видите сейчас на своих экранах. Вся информация имеется на сайте миграционной службы по ссылке в описании к этому видео. По социальному жилью тут кому как повезет. Могут быть и общежития в нормальном состоянии, естественно, но с очень неудобными условиями. А могут быть и отдельные квартиры, в основном, если это большая семья. Как вы видите, выплаты небольшие. И в реальности, особенно во втором варианте, финансовой помощи с учетом цен Швеции, будет реально не хватать на прожиточный минимум. Да, можно пойти работать, но в таком случае беженцы теряют право получать эту финансовую помощь. Франция принимает украинских беженцев под статусом временной защиты до 6 месяцев, с возможностью продления до 3 лет, в зависимости от обстановки на Украине. Въехать можно без биометрического паспорта, но как минимум украинский паспорт нового образца желательно иметь, и дальше процедура въезда усложняется. Касательно финансовой помощи. Украинским беженцам выдают 6,8 евро в сутки на одного, то есть в месяц это примерно 204 евро. Если же это семья из нескольких человек, то остальные суммы вы видите сейчас на своих экранах в таблице. Это суммы, если беженцы обеспечены социальным жильем. Если же кто-то не получил социальное жилье, то таким лицам добавляют еще на каждого человека 7,4 евро в день. Ссылку на эту таблицу вы найдете в описании к этому видео. Обратите внимание, все деньги поступают на банковскую картку. Снять деньги не получится, можно только рассчитаться в магазинах. Кроме социального жилья, многие французы принимают украинских беженцев в своих домах. Но нужно понимать, что это краткосрочно, до получения социального жилья. Также есть обеспечение медицинской страховкой и кое-де продуктами питания. Самая главная схожность во всем этом это французский язык, из-за чего сложная коммуникация. Но тут в помощь есть Google Translate. Да, не идеально, но взаимопонимание найти можно. Нидерланды. Принимают украинских беженцев по программе временной защиты. Что касается финансовой помощи, то ее начали выплачивать только недавно. И тут есть пара вариантов. Первый, когда беженцы обеспечены социальным жильем. То взрослые и дети получают 260 евро в месяц на человека. Но если беженцы проживают в принимающей семье, то ежемесячно получают дополнительную финансовую помощь в дополнение к пособию на проживание. Взрослые получают дополнительно 215 евро в месяц, а дети 55 евро. Таким образом, беженцы могут возместить расходы принимающей семье, например, на коммунальные услуги. Вся информация имеется на государственном сайте, по ссылке в описании к этому видео. Кроме финансовой помощи и жилья, также предоставляется медицинская помощь, право на работу и много помощи предоставляют волонтеры. Чехия. Очень популярная страна среди украинских беженцев. Удобная и не тяжелая. Принимают украинских беженцев без биометрического загранпаспорта. Касательно финансовой помощи. Украинским беженцам выдают 5000 крон единоразово в месяц. Это примерно 204 евро. Но единоразово эту финансовую помощь можно получить 6 раз. Первый раз вообще без каких-либо сложностей. А остальные 5 раз уже нужно объяснять, почему вы нуждаетесь в этой помощи. Подать запрос на финансовое пособие можно с помощью онлайн формы. Ссылка, конечно же, будет в описании к этому видео. А также некоторые банки раньше давали дополнительные финансовые пособия, если украинцы оформляли у них банковскую карту. В целом, учитывая другие плюшки от Чехии в виде бесплатной медицинской страховки, бесплатного проезда в общественном транспорте, правом на работу, статуса временной защиты на один год, а также адекватных потребительских цен и относительно несложным языком, Чехия является одной из самых интересных стран для многих украинских беженцев. Но есть и минусы. С наплывом беженцев появились сложности с бесплатным жильем и рабочими местами. Ирландия. Одна из самых интересных стран по финансовой помощи украинских беженцам. Конечно, есть и некоторые минусы, но обо всем по порядку. Итак, размер финансовой помощи на одного беженца в неделю составляет до 206 евро. То есть в месяц это примерно до 824 евро на одного человека. А если это семья из нескольких человек, то остальные размеры выплат вы видите сейчас на своих экранах. Кроме этих выплат, департамент выплачивает пособия на ребенка, родителям и опекунам. На каждого ребенка в возрасте до 16 лет. В размере 140 евро в месяц на каждого ребенка. Эта информация есть на официальном портале, ссылка в описании под видео. Еще из положительных моментов, это временное бесплатное жилье до 3 месяцев, бесплатное обеспечение питанием, недорогие авиабилеты из Европы и даже некоторые бесплатные варианты наземным путем в комбинации с бесплатным паромом. Минусы тут их основных два. Это погодные условия и уровень цен, если вы захотите купить что-то самостоятельно в магазинах. Польша. Самая популярная страна, куда выехало больше всего беженцев из Украины. Есть много плюсов и некоторые минусы. Что касается финансовой помощи, их тут несколько. Первая, это единоразовая помощь 300 злотых на каждого беженца из Украины. В евро это примерно 64 евро. Как получить и что делать, есть вся информация в ссылке под видео. Вторая финансовая помощь, это программа 500+, рассчитана на детей. То есть получать ее могут украинские беженцы только на каждого своего ребенка до 18 лет. Выплата ежемесячная, но есть нюансы с периодами выплат. Все подробности по данной программе, что делать, как подать заявление и как получить эти 500 злотых, есть на официальном сайте Управления социального страхования, ссылка на который будет в описании к видео. Третья финансовая помощь касается не так самих беженцев, как поляков, которые принимают беженцев из Украины в своих домах. На каждого беженца государство выделит компенсацию в размере 40 злотых в сутки, то есть месяц до 1200 злотых на одного беженца. Эту информацию, кому интересно, также можете посмотреть в постановлении Совета Министров по ссылке в описании под этим видео. И четвертая финансовая помощь от ООН 700 злотых на одного взрослого и 600 злотых на каждого дополнительного члена семьи. Вся необходимая информация тоже есть в ссылке под видео. А еще есть пособия для сложных жизненных ситуаций, на которые тоже могут рассчитывать беженцы из Украины. Есть и много других плюшек в виде медицины, образования, помощи, жильем и питания. Но самая большая схожность в количестве беженцев, плюс-минус более 2,5 миллионов. Естественно, это не точная цифра, потому что многие беженцы используют Польшу как транзитную страну в другие страны. Тем не менее, самые лучшие и несложные перспективы для украинцев, которые лишились на Украине полностью всего, будут именно в Польше. Швейцария. Красивая, интересная и щедрая. Финансовая помощь в размере 1500 франков в месяц. В евро это примерно 1460 евро на одного человека. Конечно, вызывает самый большой интерес в украинских беженцах. Но все не совсем так, как это любят представлять себе украинцы. На самом деле, такая сумма есть. Но это не 1500 франков на руки украинскому беженцу, а выплатит властям кантона, куда распределят беженца. Из этой суммы кантон будет нести расходы. На медицинскую страховку, на проживание в центре размещения беженцев, питание, средства личной гиены и куча прочих расходов. В итоге на руки выплаты почти не остается. Из реальных отзывов в некоторых кантонах выплачивают 8 франков в день на руки. То есть, грубо говоря, 250 франков. В некоторых кантонах выплачивают 20 франков в неделю на руки. То есть, грубо говоря, до 100 франков в месяц. Еще в некоторых кантонах выплачивают 300 франков на руки, но не предоставляют питание. А в некоторых кантонах и 1500 франков не хватает покрыть все расходы на содержание. Да, Швейцария невероятно красивая, интересная, восхитительная страна. Но расходы тут намного выше, чем во многих других европейских странах. И это я знаю из личного опыта. В общем, пересидеть несколько месяцев, спасаясь от войны в Украине, конечно, вариант интересный. Но только без ожиданий перспективы. Германия. Еще одна из самых интересных стран помощи беженцам из Украины. Принимают украинских беженцев под статусом временной защиты до 1 года. Въезд без биометрического паспорта разрешен. По финансовой помощи есть несколько нюансов. Первое, это то, что выплаты имеют отличие в зависимости от других обеспечений. Итак, если проживать в лагерях для беженцев, то максимальная выплата на одного взрослого будет 163 евро. Но если у беженца семья из нескольких человек, то остальные выплаты вы видите на своих экранах. Но если беженцы из Украины не проживают в лагерях, а живут, например, у родственников или друзей, то максимальная выплата на одного взрослого будет составлять 367 евро. Ну и, соответственно, если это семья, то размеры выплат вы также видите на своих экранах. Вся эта социальная помощь была на основании закона о гражданах, ищущих убежище. Но с 1 июня беженцы из Украины будут получать социальную помощь, которую получают немецкие безработные. А это уже до 449 евро в месяц на одного взрослого. И если это семья, то соответствующий размер выплат вы также видите сейчас на своих экранах. Ссылка на официальный источник в описании под этим видео. Также есть и многие другие варианты помощи. Это финансирование жилья, либо предоставление социального проживания, медицина, право на работу и тому подобное. Но плюс-минус условия также могут отличаться, как и во всех других странах. Подводя итог, нужно обратить внимание на самый главный момент, что многие страны в мире стараются оказать максимальную помощь всем украинцам, которых коснулась война. Но периодически условия меняются. Меняются механизмы, меняются возможности. Это не хорошо и не плохо. Это адаптация мира к новой реальности. В этом ролике собраны максимально усредненные условия для беженцев. Потому что есть много случаев, где условия все равно отличаются. Очень существенно. Кстати, самые оперативные изменения публикуются в нашем телеграм-канале. Ссылочка будет тоже под этим видео. На этом все. Если у вас есть опыт получения помощи в этих или других странах, то напишите ваш отзыв обязательно в комментариях под этим видео. Или задавайте вопросы тоже в комментариях под этим видео. Постараемся найти на них ответы. Подписывайтесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео в ваших соцсетях, чтобы помочь другим украинцам разобраться в этой ситуации. До новых встреч. Пока-пока.